Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами Зарочин Сова Блог и сегодня тема видео будет заказ косметики с Алиэкспресс. Предупреждаю сразу, что косметики будет очень много, поэтому усаживайтесь поудобнее и мы начинаем! И хотела бы я начать с палитры теней Naked 2 Urban Decay. И заказывала я эти тени не сейчас, заказывала я их еще весной и даже у меня есть видео на канале, где я сравниваю подделку с оригиналом, поэтому я не буду особо зацикливаться на данных тенях, но хотела бы вам их еще раз показать, потому что в целом, как для подделки, они мне очень понравились, учитывая их стоимость 8$, то есть это реально классное соотношение цена-качество. И кстати, все ссылки, как всегда, будут в описании под данным видео. Следующим товаром, который я хотела бы с вами поделиться, это вот такие вот кисти для макияжа. Данные кисти просто продаются по смешной цене, $1.60, то есть $1.60 стоят 4 кисти. Они нереально классные, мне очень понравился цвет, дизайн данных кистей, также они абсолютно не имеют запаха и не лезут, они очень-очень мягкие. Поэтому я рекомендую данные кисти, учитывая их неустоимость. Следующий товар, это также набор кистей из 7 штук, правда, к сожалению, я вам их покажу и в полном составе, всего лишь из 4 штук, потому что пришла моя мама и у меня 3 штуки кистей конфисковала. Они очень понравились и все мои уговоры, давай я их тебе отдам, только чуть позже дай мне снять видео, не подействовали. Поэтому я рекомендую на данные кисти, стоят они около $6.00, в наборе еще шло 3 больших кистей и они также, как и предыдущие кисти, в таком вот дизайне очень красивом. Вот, они идут без логотипа, точно также они не имеют запаха и не лезут и безумно-безумно мягкие. Поэтому я рекомендую также данный набор кистей. Продолжая тему кистей, хочу с вами поделиться еще одной кисточкой, которую я заказала, это вот такая вот кисть для губ. Хочу сказать, что она очень стоила дешево, 60 центов, ну и качество у нее на эти 60 центов. Она мне абсолютно не понравилась, она уже пришла изначально с браком, потому что у нее был согнут кончик и в принципе мне его не удалось ничем распрялить. Поэтому эти 60 центов я потратила в пустую и я не рекомендую данную кисть. Следующая моя покупка это вот такое вот большое количество спонжей. Заказывала я их не только для себя, а для своих подруг, а также для мамы. Заказывала я спонжи у разных продавцов, потому что есть такая проблема, кто заказывал спонжи с Алиэкспресс, так это то, что они приходят маленьких размеров. Поэтому я хотела, чтобы мне спонжи пришли больших размеров и тут есть такие спонжи, которые большого размера. Есть тут спонжи в виде капли, в виде груши, также что с кошенным концом. Поэтому все ссылки в описании будут под этим видео, а также мои комментарии, где хорошего размера, а где спонжики пришли маленького размера. Еще для эксперимента я заказала себе силиконовый спонжик. Стоит он недорого, всего лишь 70 центов. Но как считается вообще в мире визажа, что такие вот спонжики они наиболее экономные. Они не впитывают тональную основу и вы используете столько тонального крема, сколько вам нужно. И как для эксперимента я считаю, что можно попробовать заказать себе такой вот спонжик, а вдруг вам понравится. Следующий товар, которым я хотела бы с вами поделиться, это вот такая вот небольшая массажная щетка. Щетка пришла с небольшим дефектом, у нее помяты зубчики. И потом, прочитав отзывы, я увидела, что многие покупатели жалуются на такой дефект, потому что продавец плохо упаковывает свой товар. Поэтому данного продавца я рекомендовать не буду, учитывая то, что на Алиэкспресс у меня продавцов, которые продают вот такие вот массажные щеты. Также я заказывала на Алиэкспресс гиалуроновые наклейки для губ, которые якобы имеют эффект увеличения губ. У меня есть отдельное видео, где я снимаю обзор данных наклеек, поэтому останавливаться на них не буду. Ссылки, как всегда, будут в описании по данным видео. Также в этот раз я заказала себе еще раз вот такие вот бальзамчики Romantic Beer со вкусом версика. Они мне очень нравятся, они прекрасно увлажняют губы, поэтому я рекомендую данные бальзамчики. Также они стоят очень и очень недорого. В этот раз я решила попробовать и заказала себе вот такие вот маски от черных точек. Продавец продавал только партиями, в одной партии 10 штук, и стоят они чуть больше 2 долларов. Подойдет вам эта маска или не подойдет, будет от нее эффект или не будет эффект, это только решать вам и только после того, как вы попробуете данную маску. Поэтому рекомендовать или не рекомендовать эту маску я не буду, но продавца я порекомендую все-таки, потому что очень хорошая стоимость и очень быстрая доставка. И теперь мы подошли к самой интересной части моего видео, это обзор матовых помад. Хочу сказать сразу, что я очень скептически относилась к заказу косметики, заказу помад с Алиэкспресс, и я это делала впервые. И хочу сказать, что я была приятно удивлена качеством помад. Я до последнего не верила, что они действительно будут такого цвета, как показано на фото, будут хорошего качества и будут держаться и ложиться на губы очень хорошо и красиво. Но я еще раз повторю, что я была приятно удивлена, и поэтому приступим к обзору матовых помад. Итак, первые блески, которые я заказала, это были блески фирмы Anastasia Beverly Hills. Пришли они в фирменных упаковках. Заказала я блески в двух оттенках, в оттенке Honeymoon и в оттенке Corset. Это такие вот в коричневых тонах. Я очень была удивлена качеством блесков, потому что они очень водостойкие, они прекрасно ложатся и сохраняют цвет на протяжении очень длительного времени. Что бы я ни делала, что бы я ни кушала, что бы я ни пила, но губы оставались красивые, как будто я их только накрасила. К тому же блески имеют просто смешную цену. Они стоят чуть меньше одного доллара, поэтому я рекомендую данного продавца и данные блески. Следующим матовым блеском, которым я хотела бы с вами поделиться, это блеск фирмы Coco Allure в цвете Rose Goat номер 15. Стоимость данного блеска всего лишь $1,50 по упаковке. Хочу сказать сразу, что блеск, ну, упаковка была повреждена. Если вам важно, чтобы упаковка была в своем первозданном виде сохранена, то нужно как-то писать в комментарии продавцу, надеясь он на это обратит внимание. Ну, по качеству блеска я ничего не могу сказать плохого, потому что он действительно водостойкий, он действительно классно ложится и сохраняет цвет в течение дня. И следующий блеск, который я заказала, это блеск фирмы Dragon. Он пришел вот в таком вот виде, без упаковки, что самое главное, на самом блеске отсутствует номер цвета, а также название цвета. Поэтому сказать, какой именно цвет я заказала, я вам не могу. Я пыталась, выбирала точнее цвет, который будет наиболее приближен к натуральному цвету губ. Еще по качеству данный цвет, данный блеск уступает предыдущим двум блескам, он ложится хорошо, но очень быстро стирается. Поэтому, в принципе, по стоимости он точно такой же, как и предыдущие два блеска, но рекомендовать я, наверное, не буду данного продавца и данный блеск. И последние блески на сегодня, которые я заказала, это матовые комплекты фирмы Kali. Заказала я в шести оттенках, 22, Mary Jo, Leo, Dolce, Pussy и Korte. Останавливаться долго на данных блесках я не буду, конечно же, вы с ними знакомы, все ими пользуются. Отдельно хочу сказать по продавцу. Продавец очень общительный, очень быстро отправляет заказ и никаких нареканий у меня нет. Все блески пришли в фирменных упаковках, поэтому я рекомендую данного продавца. Мое видео подошло к концу. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу качества косметики, то обязательно пишите мне, я с радостью отвечу на все вопросы. А я с вами на сегодня прощаюсь и говорю до новых встреч в новом видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok